привет всем меня зовут виталик я алкоголик привет всем спасибо за приглашение рад быть здесь я трезвый только на сегодня три с половиной года ровно да у меня такой сегодня мини юбилей я из израиля моя домашняя группа эта группа альтернатива в городе бат я да тема предложенная тема доверие доверие богу ну на самом деле когда я познакомился с нашей программой а это случилось в принципе тогда же когда и началась моя вот эта трезвость три с половиной года назад у меня была большая проблема с доверием и у меня была большая проблема с богом соответственно вот это слово сочетание доверия богу у меня с этим была огромная огромная проблема доверять богу я на тот момент не доверял не богу не людям и и те и другие обманули моё доверие как мне казалось люди обманули моё доверие потому что ну достаточно рано я увидел и понял что люди и этот мир не оправдывают не оправдывают мои ожидания не дают мне то что мне как казалось полагается по праву до сегодня я знаю что ну корень вот этих вот моих претензий является то самое мое духовное заболевание которое мы называем эгоцентризмом эгоизмом корень вернее этого духовного заболевания эгоизм эгоцентризм но на самом деле у меня всегда я уже сказал были были претензии были требования к окружающему миру и постоянно окружающий мир эти требования не выполнял и как результат у меня было множество при множество претензий я всегда считал что мне полагается любовь уважение забота похвала ну ладно как говорится черт с ним с теми людьми которые не собирались и никогда не давали мне этого их я не любил как бы уже заочно да то есть не до них не было никакого дела а вот близкие люди которые до давали мне заботу любовь и много чего другого у меня было к ним претензия пожалуй еще больше да потому что ну они мне не давали ее столько сколько мне нужно а сколько мне нужно ну на самом деле мне нужно всегда а вот сколько меня нужно любить сколько меня нужно хвалить сколько меня нужно всегда все время поэтому если люди этого не делают все время и постоянно у меня возник а я знаю что они могут они могут мне это дать у меня естественно возникает к ним там масса претензий, обид, резентмент, то, что у нас называется в программе. Это необходимо, да, оказалось, что это, опять же, не всегда было это необходимо для того, чтобы как-то заполнить вот ту пустоту, которая была у меня, в принципе, наверное, сколько я себя помню, сколько я себя помню с самого детства, чувства, что мне чего-то не хватает, чувства, внутреннее чувство одиночества, чувство неудовлетворенности, да, вот это вот беспокойство, неудовлетворенность, раздражение, сколько я себя помню, оно присутствовало во мне всегда, несмотря на то, что я родился и вырос в абсолютно нормальной, нормативной, можно даже сказать, в хорошей семье, да, у меня родители не алкоголики, не наркоманы, очень приличные люди, которые всегда любили и любят меня и заботятся обо мне, и всегда давали мне, ну, все по мере своих возможностей. И тем не менее, мне никогда этого не было достаточно, как я сказал, мне всегда нужно было еще и еще и еще и еще и больше, именно для того, чтобы как-то, ну, это помогало, это помогало как-то заглушить вот это вот чувство одиночества, чувство неполноценности, чувство, ну, дискомфорта. И я начал это, вот эти вот вещи, похвалы, там, любовь, да, я начал требовать этого от окружающего мира, прибегая, ну, к таким средствам, как обман, шантаж, насилие даже разного рода, потому что насилие, оно может быть не только в грубой физической форме, в третьем шаге, в главе программов действия, где есть рассказ вот этого актера, да, там написано, что мы можем быть или более жестокими, или более мягкими, да, то есть, ну, это, по сути, по сути, все ради того, чтобы, вот, выпросить, вытребовать, вырвать вот от окружающего мира, вот это вот то, что, то, что мне, как мне, как мне всегда оказалось, да, как мне полагается. И, как я уже сказал, я начал прибегать к всевозможным разным методам, таким, как, ну, обман, вранье, малипуляции и всяческие, вот такие вот вещи. И очень быстро у меня начали возникать из-за этого неприятности. И очень быстро у меня начали возникать из-за этого неприятности. И тут у меня возник конфликт с Богом, как я понимал его на тот момент. Дело в том, что я, ну, я не знаю, верил ли я в Бога или очень хотел ли я верить в Бога. В Бога, как я его понимал, на тот момент мне Бог представлялся, вот я помню, таким, знаете, добрым дедушкой, который сидит где-то там на небе, на облаке. Советский Союз, да, 80-е годы, когда я впервые, все-таки уже не было таких жестких ограничений, что-то там уже начали попадать, какие-то разговоры о Боге, о религии, что-то там видели уже в фильмах. И, ну, у меня было вот такое представление о Боге, да, как о добром дедушке, который сидит там высоко на небе, следит за всеми, и он награждает и оберегает, защищает хороших людей, соответственно, наказывает там плохих людей. И вот вдруг я обнаружил, да, что всякий раз, когда я влипаю в какую-то неприятность, и мне за это влипает, Бог не очень-то спешит мне помогать во всем этом, да. Ну, странное дело, мне казалось, как это, ну, я ворую, меня ловят, меня ловят, меня наказывают. Ну, а где же Бог, да, что же он мне не помогает такому, ведь в чем же ирония всего вот этого самого, да. Мне всегда очень хотелось верить в доброго, заботящегося Бога по одной простой причине, потому что себя я сам всегда считал очень хорошим, да, я был абсолютно в этом убежден. Ну, я об этом абсолютно убежден и сейчас, на самом-то деле, да. То есть, и мне казалось, что это естественно, что это естественно, что Бог, Бог должен заботиться о таком хорошем человеке, как я. Но этого не происходило, как я уже говорил. А то, что я врал, воровал, делал всякие подлости, да, но мне казалось, что это не потому что ни в коем случае, потому что это я плохой. Ну, это вы плохие, да, то есть это окружающий мир плохой. Это мир и живущие в нем люди заставляют меня делать вот эти вот плохие вещи, такого хорошего. Вот. И как-то со временем мое доверие в Бога уменьшалось и уменьшалось, покуда вообще полностью не исчезло, а вместе с ним, по сути, и вера в существование некого Бога или некой высшей силы, но в каком-то возрасте, наверное, примерно 14-15 лет мне встретился алкоголь на моем жизненном пути, так сказать. Алкоголь, а чуть позднее наркотики. И это стало моим Богом, моей высшей силой на протяжении последующих долгих лет. Я действительно очень доверял алкоголю. Алкоголь – это единственное, что было способно сделать меня счастливым. Как я уже сказал, все другое время, да, я чувствовал себя дискомфортно, я чувствовал себя плохо. А алкоголь, ну, как мне показалось, когда я впервые его попробовал, выпил, да, я подумал, блин, какая шикарная штука, да, то есть я буду делать это как можно больше и как можно чаще. И я действительно следовал вот этой вот установке, да, и я доверял алкоголю, ну, все. Все свои заботы, все свои печали, все свои радости, да, не было ничего в жизни, чего бы я не... В чем бы алкоголь не сопровождал меня в моей жизни. И я действительно был много лет уверен, что алкоголь, ну, насколько бы мне не будет плохо, алкоголь может решить эту проблему. И он действительно решал эту проблему долгие годы. Какие бы неприятные ситуации, что бы мне, там, какие бы трудности, мне не надо было переживать, да, у меня всегда было доверие вот это вот к алкоголю, что он способен, он даст мне... Он даст мне то, что он мне дает, для того, чтобы я мог пережить, то есть, по сути, прожить свою жизнь. И, знаете, так продолжалось довольно долго, несмотря на то, что то, как я пил, я всегда пил как хронический алкоголик. Потому что я хронический алкоголик, да, то есть, я фактически с первых раз, когда вот я выпил, я напился, и, ну, я по пальцам, может быть, единичный могу случай вспомнить, когда я действительно пил так, чтобы я смог остановиться. И, скорее всего, когда я останавливался, это было не потому, что, ну, я хотел остановиться, да, это было какая-то вынужденная, да, и у меня никогда не было той самой способности контролировать количество выпитого. Но, как я уже говорил, поначалу, поначалу мне это очень нравилось. Поначалу мне это нравилось, хотя, хотя это очень быстро начало доставлять неприятно, скажем так, наносить ущерб моей жизни, да, и приходилось, довольно рано приходилось начинать платить цену, да, цену за вот этот вот образ жизни, который я вел. Постоянные пьянки, да, ну, для меня оказались несовместимы с нормальной, не знаю, учебой, с нормально, нельзя было нормально там сделать какую-то карьеру, какие-то, выстроить какие-то нормальные отношения с противоположным полом, да, ну, ну, и фиг с ним, казалось мне, да, черт с ним, ладно, зато у меня есть алкоголь. Это ту цену, которую я готов был платить, я уже не говорю о деньгах. Деньги это вообще ветер, когда дело, когда дело касалось моего любимого занятия. Вот, ну, вы знаете, шли годы, и цена все росла, да, алкоголь требовал все более и более высокой цены, а то, что он не давал, становилось все меньше и меньше и меньше. И в какой-то момент, в какой-то момент, уже ближе к 30 годам, я начал задумываться, что действительно, может быть, это не такое уж и стоящая вещь, да, и, ну, у меня не было выбора, как обратиться. Ну, сначала, естественно, я пробовал пить меньше. Я пробовал пить меньше, у меня это не получилось, да, я думаю, что все вы или большинство из вас знает, почему у хронического алкоголика не получается пить меньше. Особенности моего организма, та самая аллергическая реакция на алкоголь, которую мы называем феномен тяги, он делает, по сути, невозможным для меня контролируемое употребление алкоголя. Я попробовал не пить совсем, я попробовал не пить совсем, и в те достаточно короткие периоды, когда у меня удавалось не пить совсем, моя жизнь от этого не становилась лучше, она становилась только хуже. Мир так и не собирался удовлетворять мои потребности, мои запросы, и чувствовал я себя при этом отвратительно. Поэтому периоды трезвости, они были обычно очень-очень непродолжительные. В какой-то момент я обратился к специалистам, врачам, психологам. Я читал, я пытался узнавать, да, и на самом деле, мне многие говорили, уже на тот момент, многие, все, кто меня знал, говорили, да, что у меня есть проблема, да, то есть мне говорили, смотри, Виталик, ты как бы хороший парень, у тебя вроде бы там все на месте, ты там приятный в общении человек, у тебя руки, ноги на месте, голова на месте, все у тебя на месте, все у тебя хорошо, да, вот у тебя есть одна большая проблема, алкоголь. И вы знаете, именно из-за этого у меня вообще исчезло какое-либо доверие вот к тем самым врачам, докторам, психологам, окружающим меня людям, потому что на самом деле я понимал, что это, ну, это не так, да, это не так в том плане, что, ну, на самом деле, что значит у тебя есть проблема с алкоголем, да, блин, у меня как бы есть проблема совсем на свете. Алкоголь это единственная вещь, с которой у меня нету проблем и никогда не было, да, у меня была всегда проблема со всем окружающим миром, у меня были проблемы со всеми теми людьми, которые мне говорили, что у меня есть проблема с алкоголем, родители, врачи, друзья, брат, да, и все остальные. А алкоголь это единственное, что давало мне возможность как-то вот проживать эту жизнь. И, как я уже сказал, мое доверие, как результат вот этого вот, оно тоже врачи, специалисты, они тоже не оправдали, не оправдали моего доверия. После 30 лет количество выпиваемого мной алкоголя, оно уже перешло всякие разумные и неразумные границы, да, по сути я пил, ну, я пил все время, да, я не запойный алкоголик, я не из тех людей, которые начинают пить, а потом прекращают пить, да, то есть выходят из запоев, у меня не бывало запоев, я пил все время, пил, какое-то время я еще употреблял наркотики, да, но последние лет 7-8 это было ежедневное пьянство, и это было пьянство, буквально с утра, как я просыпался, я начинал пить, и я заканчивал пить в тот момент, когда я, ну, не засыпал, наверное, засыпал, это будет неправильное слово, покуда я не вырубался, покуда я не вырубался, приходил в себя, просыпался, просыпался я, как правило, тоже пьяным, потому что алкоголь не покидал мой организм ни на одну минуту времени, да, и вот так вот продолжалось день за днем, год за годом, и постоянно меня преследовала иллюзия, что, что эта проблема как-то решится сама собой, что произойдет какое-то чудо, произойдет какое-то чудо, что вдруг один день мне, ну, я проснусь утром, и мне не надо будет пить, да, вот что-то такое случится, что мне не надо будет пить, но я продолжал пить, и чудо не случалось и не случилось, а случилось то, что в 36 лет я оказался на больничной койке, в реанимации, умирающем, у меня не работали почки, поджелудочная, печень, врачи боролись за мою жизнь около недели, и, к счастью, ему удалось, удалось вытащить меня с того света, через месяц я вышел, вышел из больницы с диагнозом цирроз печени, и на этом мне казалось, что моя карьера алкоголика закончилась, ну, я помню еще, когда в больнице, когда услышал этот диагноз, я, ну, во-первых, случилось две вещи, я очень-очень испугался, я жутко испугался, а второе, что случилось, я понял, что, ну, с этого момента я больше никогда не смогу выпить, не смогу пить, ну, потому что для меня это казалось, ну, ясно, то есть, само собой, само собой разумеющееся, что человеку с диагнозом цирроз печени больше, ну, пить это, продолжать пить, это полное безумие, и у меня были еще какие-то надежды на то, что теперь, если я выживу, что было еще не, как бы, не само собой разумеющееся, да, то есть, я помню, что я понимал, что если я выживу, если каким-то произойдет какое-то чудо, что я выживу, я, ну, начнется вот та самая трезвая жизнь, которая, в принципе, я бы, я приложил усилия для того, чтобы оставаться трезвым, оставаться, но вы знаете, выйдя из больницы, придя в себя, да, это был достаточно долгий и болезненный, неприятный процесс лечения, реабилитации, но, тем не менее, в какой-то момент я все-таки начал выздоравливать, спасибо нашей медицине, нашим врачам, и я опять столкнулся с этой самой трезвостью, да, с этой самой трезвостью, и эта трезвость, как всегда, не собиралась давать мне то, чего я считал, что мне полагалось получить, да, опять это не удовлетворяло мои запросы, да, меня опять недостаточно любили, недостаточно ценили, недостаточно, 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 все недостаточно, Тем более, что моя жизнь к 36 годам, она и выглядела уже достаточно не лицеприглядно, да, 36 лет, ни семьи, ни карьеры, ни образования толком, ну ничего. Вот, и такая трезвость, естественно, она не могла продолжаться долго, она не могла продолжаться долго в какой-то момент. В какой-то момент в моей руке оказался та самая первая рюмка, вернее, стакан, да, не рюмка, рюмки это не мое. Вот, стакан, да, и начался запой, последний запой, который, ну, который я действительно считал, что он будет последним, так как я не видел никаких, никакого шанса, что когда-то я уже выйду из этого запоя. То есть мне было понятно, что трезвым я быть не смогу и не хочу, и у меня не хватит сил. И какое-то время, опять же, я ничего на тот момент не знал ни про сообщество анонимных алкоголиков, ни про программу, ни про что собой представляет алкоголизм, хронический алкоголизм. Вот, естественно, когда я шел пить, у меня была полная уверенность в том, что я на этот-то раз, у меня получится как-то проконтролировать, проконтролировать свое потребление. Конечно, ничего у меня не получилось. Я начал пить, как всегда, много, как всегда, всегда, то есть, ну, каждый день, да, без остановок. И, по сути, в какой-то момент я уже смирился. Опять я обращился к специалистам, ну, уже узкой направленности, так сказать, наркологам, да, что они мне предлагали. Они мне предлагали решения, те, которые есть у нас, наверное, это неплохие решения, кому-то они помогают. Медикаментозное решение, да, реабилитационный центр. Я понимал, что и то, и другое может дать мне одну единственную вещь. Это может дать мне трезвость. Но трезвость – это не то, что мне нужно, да. То есть, трезвость – это не то, что мне нужно. То есть, сама по себе трезвость или какой-то там период трезвости, он мне не даст ничего. Я не могу быть, не смогу быть трезвым. Я не смогу жить трезвым, да. И так у меня на самом деле исчезло уже последнее доверие, на кого я мог положиться и довериться, профессионалы, наркологи, врачи. И по сути я уже смирился, я смирился с тем, что я вот скоро умру, умру от алкоголизма. 37 лет мне было на тот момент, я продолжал пить, полная безнадега, я продолжал пить до того момента, покуда алкоголь был еще хоть как-то в состоянии избавить меня от этой ужасающей мысли о скорой кончине. То есть у меня еще какое-то время получалось залить это вот все, но в какой-то момент алкоголь окончательно меня предал. Он просто уже был не в состоянии заглушить тот ужас перед неизбежной, перед тем, что должно случиться, перед неизбежной смертью. И я помню в какой-то момент я очень сильно испугался, потому что опять же никогда у меня не было на самом деле, в мои планы не входило умереть алкогольной смертью в 37 лет. Наоборот, наоборот, мои планы всегда было лучше для меня, но тем не менее, тем не менее, я понял, что закончится это так, как должно закончиться. Я сильно испугался, другого выхода у меня не было, кроме того, как закрыться в репце, опять же репцентр, потому что я не мог остановиться ни на один день. Я не мог остановиться ни на один день. И я понимал, что если я не остановлюсь, я умру вот-вот, вот-вот, вот, скоро, да. И так я оказался в том самом репцентре. На мое счастье, это был один из немногих репцентров, которые у нас есть, в которые приходят анонимные алкоголики, проводят свои собрания, там говорят о 12 шагах, о программе выздоровления. Там я впервые услышал вот все вот эти вот понятия, да, анонимные алкоголики, 12 шагов, Бог. Честно вам сказать, из всего того, что я услышал про программу, вот, про всю вот эту вот нашу тему, ну, больше я, конечно, не понял из того, что говорили. То меньшее, что мне говорили, мне очень-очень не понравилось, да. Мне не понравилась идея Бога, я не верил в Бога, я был, ну, стопроцентным материалистом. Хотя мне говорили, конечно, Бог, как ты его понимаешь, блин, я его никак не понимаю. Там мне говорили, что это может быть, там, ну, не Бог, а высшая сила. Окей, хорошо, мне не нравятся идеи ни Бога, ни высшей силы, да. То есть мне, да, идея духовной программы, мне говорили, ну, это же духовная программа, это не религиозная программа, я говорю, хорошо, мне не нравилось ни духовная, ни религиозная, ни что, ни идея какого-то там сообщества, ни идея каких-то там собраний, служений, да. То есть, ну, на самом деле, мне не понравилось ничего. Меньше всего, что мне понравилось, это вот то, что мое выздоровление теперь должно зависеть от доверия какой-то высшей силы, какому-то Богу, в которого я даже не верю. В которого я даже не верю. Однако, вы знаете, первый, скажем так, первый шаг на приобретение, заново приобретение вот некого доверия случилось благодаря тому, что вот, я говорю, приходили, на раз в неделю приходили к нам в центр анонимные алкоголики, и они рассказывали свои истории, и вы знаете, что то, что они рассказывали, то есть, я впервые увидел людей, которые понимали меня и понимали мою проблему. Я думал, что это невозможно. Я прекрасно знал, что никто меня не понимает. Ни врачи, ни в родители, ни наркологи, никто. А эти люди понимали. Они понимали, потому что они приходили, и они рассказывали свои рассказы, и они рассказывали, ну, то, что я думал, что никто не знает. Они рассказывали то, как я себя чувствую. Они рассказывали то, как я пью, то, как я с этим себя чувствую. Они рассказывали то, как я не пью, и как я себя с этим чувствую. Да, то есть одна вот эта вот вещь, да, безумно одна из ценнейших вещей, которые есть у нас в сообществе, на мой взгляд, это вот эта идентификация, да, именно на этом зародилось вот это вот мое доверие, доверие к тому, что ну вот действительно люди, люди вправду, да, они понимают, они понимают меня, они понимают мою проблему. Ну, вполне возможно у них, вернее, вполне возможно, судя по всему, и судя по всему, они нашли решение этой проблемы, в отличие от меня, да, так как они сидят трезвые, ну, такие все красивые, опрятные, довольные, и правда, как я уже сказал, то решение, о котором они мне говорили, ну, мне, мягко говоря, не нравилось, мягко говоря, не нравилось. Но вы знаете, мне кажется, доверие, оно бывает двух, ну, может быть, не видов, да, то есть, ну, изначально приходится доверять, по сути, потому что другого выбора не остается, именно про это, об этом и идет речь в первом и втором шаге. На самом деле, если я честно понимаю и принимаю то, о чем сказано в первом шаге, а первый шаг в моем понимании сегодня для меня звучит очень просто, да, мой первый шаг Виталика звучит так. Виталий, ты убьешь себя алкоголем, да, и все, чтобы, и что бы ты ни делал, что бы ты об этом ни думал, да, ты убьешь себя алкоголем, без вариантов, без вариантов. И вот это вот понимание, да, понимание и, естественно, нежелание того, чтобы это случилось, оно приводит меня к тому самому доверию, что, ну, может быть, мне действительно стоит, стоит как-то понадеяться, как-то довериться. Вот этим вот самым людям, да, которые приходят и рассказывают, ну, абсолютно, на мой взгляд, на тот момент фантастические какие-то даже, мне казалось, бредовые вещи о том, что какой-то там Бог или какая-то высшая сила помогает им оставаться трезвыми. Так она более того, что помогает им оставаться трезвыми, но еще вдобавок к этому делает их трезвость радостной, счастливой и свободной. Ну, вообще, бред, как мне казалось. Но ничего другого у меня на тот момент просто не было. Ничего другого на тот момент у меня не было, кроме как действительно попробовать довериться и сделать то, что предлагают эти люди. И, ну, это было непросто, огромное количество предубеждений, вот это вот годами, да, формировавшееся мое вот это вот недоверие ко всему окружающему миру, к людям, к Богу. Но очень быстро я понял, да, и увидел, что эти люди, анонимные алкоголики, им действительно от меня ничего не надо. И действительно, единственное, что ими движет, это желание помочь. Окей, помочь себе и в то же время помочь мне. И изначально я принял вот идеи, те идеи, которые говорили, о которых рассказывали на алкоголике, как некую, вы знаете, гипотезу, да, ну окей, давайте. Ведь никому у нас же не говорится изначально начни верить в Бога или начни доверять Богу. На самом деле программа предлагает некий эксперимент. Давай попробуем сделать и посмотрим, что из этого выйдет. Ну, на мой взгляд, это еще одно из гениальных наших вот программных решений. Да, то, что у нас сначала в первую очередь идут действия, а следом за ними уже приходит доверие и вера. Я недавно слышал одного прекрасного спикера, американца, который сказал одну очень интересную фразу, да, то есть нам не нужно убеждать кого-то в том, что Бог есть. Я никого не собираюсь убеждать в том, что Бог есть, да, ты начни делать, а Бог сам докажет тебе, что Он есть. И тогда ты научишься доверять Ему, но это будет зависеть от тех действий, от тех действий, которые ты будешь делать. И мне пришлось довериться, мне пришлось довериться и выйдя через два месяца из этого реп-центра, я пришел на группы. Потому что я понимал, что ничего другого, по сути, у меня не остается. И вы знаете, вот это вот решение довериться, на самом деле я считаю, что это и было моим третьим шагом. Хотя на тот момент я, по сути, у меня не было ни спонсора, у меня не было вообще достаточно смутное представление о программе. Но в какой-то момент, находясь в этом самом реп-центре, честно оценив ту ситуацию, в которой я находился, да, у меня ничего не оставалось, как принять то самое решение, решение, ну, довериться, довериться анонимным алкоголикам, довериться тому, что они предлагают и попробовать это сделать. Ну, если честно, меня бы спросили тогда, я бы поставил бы, ну, все на свете, что у меня было, хотя это совсем немного, на то, что эта фигня не сработает на меня, да. Я был абсолютно уверен, что, ну, у этой программы нету никаких шансов относительно ко мне. Но, тем не менее, я решил, что, что бы там ни случилось, что бы мне этого ни стоило, я сделаю эти 12 шагов, я сделаю эти 12 шагов, а потом, да, когда это не сработает, да, и я убежусь в том, и вы убедитесь в том, что это не сработает на меня, да, ну, тогда я, наверное, пойду и сопьюсь, да. Вот примерно такое у меня было представление. Но, тем не менее, вот это вот честное решение и намерение довериться и сделать все то, что предлагает, все то, что предлагали анонимные алкоголики, на самом деле, я считаю, до сих пор это то, что спасло мне жизнь. Это то, благодаря чему, выйдя из репцентра, я на следующий день дошел до группы анонимных алкоголиков, а не до ближайшего магазина, как, в принципе, оно и должно было случиться, да, то есть, ну, на самом деле, нету ни одной причины, да, почему бы, почему я был, опять же, я бы не поставил бы на себя и ломонного гроша, что я продержусь в трезвом сутке после этого самого репцентра. Но, тем не менее, тем не менее, я оказался так на своем первом собрании, потом еще и еще, на моей домашней группе, группа Альтернатива, очень классная группа. И, вы знаете, я до этого побывал, до того, как я попал на свою первую домашнюю группу, на собрание своей домашней группы, я побывал еще на некоторых собраниях. И, вы знаете, на самом деле, я почувствовал некое разочарование в сообществе еще изначально, когда я был вот на этих первых собраниях. Это были собрания не только нашего сообщества, это были собрания и параллельного сообщества. Потому что, приходя туда, я более или менее в общих чертах понимал, о чем идет речь. Я не понимал, о чем идет речь в шагах, но я, как оказывается, уловил главную фишку, что это все о Боге. Это действительно все о Боге, о доверии о Боге. И это, наверное, единственное, что я правильно понял и вынес для себя из вот этих вот первых месяцев трезвости. Тем не менее, я приходил на собрания, там на стенках висели вот эти 12 шагов, зачитывался формат, где были, говорили о Боге, о высшей силе, те же самые шаги. Но, на самом деле, я как-то не очень мог связать вот то, что происходило на собраниях этой группы с тем, что вот было написано в этих 12 шагов. Да, на сегодняшний день я знаю, что это просто были группы, где люди не говорили про шаги, где люди не проходили шаги, где люди много говорили про шаги, да, но очень легко на самом деле увидеть и почувствовать, когда человек говорит, просто говорит о шагах, а когда говорит человек, который действительно эти шаги сделал, и он говорит о своем опыте. И вот именно это я почувствовал, когда я впервые попал на свою домашнюю группу. Я сразу увидел и почувствовал, что там люди, там действительно люди говорили о высшей силе, о Боге, о том, как это работает в их жизни, о том, какие это изменения произвело в их жизни. И, ну, скажем так, именно поэтому мне сначала эти люди очень не понравились, да, как я уже сказал, мне не нравилось вообще ничего, что, да, у меня продолжался мой вот этот вот антагонизм, мое нежелание, непринятие, сама эта идея, то, что мне придется теперь полагаться или на высшую силу, или на Бога, она была, ну, очень-очень неприятна для меня. И тем не менее я видел перед собой трезвых, радостных, свободных и счастливых людей. И я очень хотел то, что есть у них. Вот. И, как я уже сказал, это стало и до сих пор остается моей домашней группой. Я продолжал ходить на собрания, я не сразу, я не сразу начал делать шаги, где-то около месяца. Около месяца я ходил на собрания, а я ходил на многие собрания. Я ходил на собрания не то, что каждый день. Были дни, когда я был на трех разных собраниях, если это был выходной день. То есть я там, вот у нас говорят, там иногда 90 дней, 90 встреч. Я, наверное, 90 встреч сделал за первые, там, может быть, 30 дней, да, может быть, ну, 50 дней. Вот. И тем не менее я чувствовал, я опять начал чувствовать, что мое состояние ухудшается. Мое состояние ухудшается. И я находился, по сути, уже вот в предсрывном состоянии. И, скорее всего, это закончилось бы срывом, если бы в один из дней после собрания ко мне не подошел человек и не сказал, слушай, вот, да, ты уже достаточно долго трезвый, ты уже достаточно долго сюда ходишь. Не пришло ли время тебе сделать вот это вот, начать делать шаги, да, и, ну, если ты хочешь, я могу тебе в этом помочь. И, вы знаете, я не знаю, что заставило меня довериться этому человеку. Сегодня я знаю, что это, скорее всего, была работа Бога. Ну, я сегодня абсолютно уверен, что мой спонсор – это работа Бога. Но, тем не менее, мы начали делать шаги, в которые я не верил. И, на мое удивление, со мной стали случаться удивительные вещи. Моя трезвость до того мучительная и неприятная для меня вдруг начала становиться, ну, я не скажу, что она сначала стала легкой, комфортной и приятной, но она становилась все менее и менее и менее мучительной. И, к своему удивлению, я увидел, что программа работает. Хотя я в нее не верю, да, но она работает, да. И, судя по всему, та высшая сила, тот Бог, которому я молюсь каждое утро и каждый вечер, в которого я даже не верю, судя по всему, он свою работу делает. И вот так вот у меня возникла некая надежда и некое доверие к тому, что, блин, а может быть действительно, может быть действительно это вот работает так, как оно работает. И чем менее мучительным становилось мое положение, тем это доверие росло и росло. И в какой-то момент, я помню, с удивлением для себя, я обнаружил, что я чувствую себя хорошо. Что я чувствую себя хорошо, что было для меня абсолютно новым состоянием. Я не просто чувствовал себя хорошо. Мысль об алкоголе, она не покидала мою жизнь ни один день на протяжении порядка 25 лет. Даже когда я не пил, и даже когда я не пил какое-то продолжительное время, даже те полгода после болезни, о которых я рассказывал, я не пил полгода, и вроде бы мысль об алкоголе, мне казалось, что она куда-то ушла. На самом деле она не ушла, она всегда сидела здесь. То есть даже в тот момент, когда я не помнил об алкоголе, алкоголь помнил обо мне. Но в какой-то момент, я вдруг с удивлением обнаружил, во время вечернего 11-го шага это было, я помню, я сидел и что-то писал, что-то я думал о том, как и прошел день, и вдруг я с огромным удивлением понял, что я весь день не думал об алкоголе вообще. Ни на одну секунду мне эта мысль не приходила в голову. И вы знаете, мне заняло время, чтобы понять, что на тот момент это было чудо, это случилось чудо. Как я уже сказал, за 25 лет такого не было ни разу. И вы знаете, как результат этого, опять же, моя вера, мое доверие к Богу, оно чуть-чуть на крупицу увеличилось. И все-таки, продолжая делать действия по программе, опять же, третий шаг, когда мы дошли со спонсором к третьему шагу, решение перепоручить свою волю, свою жизнь в заботе Бога, как я его понимаю. Ну, во-первых, мне это было непонятно, да, то есть, как это сделать. А во-вторых, сама вот эта вот, скажем так, схема, я знаю, что она у многих, в том числе и у многих подспонсорных, с которыми я работаю сегодня, да, вызывает такое вот, да, а что будет, если я перепоручу свою, да, заботе Бога, он действительно ли, действительно ли он позаботится обо мне. Ну, на что, я думаю, есть один ответ, если вы алкоголик. Да, у меня был на тот момент ответ. Ну, как бы Бог обо мне не позаботился, это будет гораздо лучше, чем то, как о себе позаботился я. И, ну, скажем так, хуже, чем я сам позаботиться о своей жизни, не сможет никто. Поэтому вот это вот решение, да, довериться, перепоручить свою жизнь заботе Бога, конечно, конечно, мне сегодня, и сегодня, да, и на сегодняшний день мне было бы гораздо легче, если бы Бог соизволен сам спуститься ко мне, да, и сказать, слушай, Виталик, ну, вот ты не, ты не взди, да, я о тебе позабочусь, да, я, я тут, да, ты, короче, не это. Но этого не случается, но этого не случается, и, опять же, это порой бывает страшно довериться Богу, но, опять же, как я уже сказал, первое вот это вот доверие, оно возникает из того самого места. Это не то, чтобы я сильно там хочу доверить Богу, или мне нравится эта идея, или мне так это по кайфу. Нет, я, это доверие к Богу, оно возникает из того места, что я понимаю, что, ну, на самом деле у меня нет выбора, что если этого не случится, да, если я не доверюсь Богу, и Он обо мне не позаботится, ну, скорее всего, случится первый шаг, который говорит о том, что, Виталик, ты убьешь себя алкоголем. И, по сути, по сути, мне помог тут мой спонсор, да, который сказал, смотри, вот, все, что написано в третьем шаге, и относительно твоей болезни, эгои, вот у нас написано, да, эгоизм, эгоцентризм, это корень твоих проблем. Ну, на самом деле, когда я это прочитал, это не то, чтобы я сказал, знаете, а, вот, сто процентов, да, теперь-то я понимаю, в чем моя проблема. Нет, на самом деле эгоизм, эгоцентризм, для меня это звучал, как, ну, пустой звук, я фиг его знаю, да, на самом деле, эгоизм ли или эгоцентризм, он корень моих проблем, я не знаю, там, ведомые разными формами, стоят сотними формами страха, я фиг его знаю, не знаю, и я не знаю, позаботится ли обо мне Бог, даже если я приму решение перепоручить ему свою волю и свою жизнь. На что мне спонсор сказал, окей, а давай попробуем, а что тебе есть терять? Давай попробуем, сделай, мы проверим. Давай сначала убедимся в том, что эгоизм, эгоцентризм, он действительно является корнем твоих проблем, что это действительно ты ведом множеством формы страха, самообмана, своей корысти. В этом можно легко убедиться, давай напишем четвертый шаг. Да, напишем четвертый шаг, и написав четвертый шаг, я действительно увидел, что, ну да, оно так и является. Вся моя жизнь пропитана страхом. В любой ситуации я эгоистичный, корыстный, нечестный, трусливый, самовлюбленный, а не тот розовый и пушистый, которым я считал себя всегда. И это действительно лежит в корне всех моих проблем, всех моих неприятностей. И пятый шаг, да, на самом деле, окей, хорошо, я написал это перед, да, я написал это вот на, на бумаге, на листе. Но пойти рассказать обо всем это другому человеку, пусть даже спонсору, но, с одной стороны, я, конечно, уже доверял спонсору к тому времени, и, в принципе, он мне нравился, да, скажем так. Но, тем не менее, этот человек, которого я знал, сколько там, три-четыре месяца, да, и вот сейчас вот прийти и порассказать ему, вот, всю историю своей жизни, ну, мне, мне это очень не хотелось сделать. Но, опять же, первый шаг, Виталик, ты убьешь себя алкоголем, ты убьешь себя алкоголем, если не, если не, пойдешь и сделаешь пятый шаг. И вот так вот я пошел и сделал пятый шаг. Абсолютно, да, не имея на это ни малейшего желания. И вы знаете, и как результат всего этого, действительно, те самые перемены, которые начали происходить во мне, та самая трезвость, которая перестала быть мучительной, а со временем она начинает становиться и более комфортной. И те действительно чудесные изменения, которые, ну, невозможно объяснить только тем, что я делаю. Да, то есть, это придает, ну, скажем так, смелость им, придает уверенности в том, что, несмотря на то, что я не хочу это делать, тем не менее, тем не менее, ну, это как-то работает. Это как-то работает. И то же самое шестой шаг. И в шестом шаге нам задается вопрос, верим ли мы в то, что Бог может нас избавить от этих недостатков. Это опять же вопрос доверия к Богу. Это вопрос к доверию к Богу. И на тот момент, ну, на тот момент я уже действительно видел, насколько это работает. Я видел множество алкоголиков, те истории, которые я слышал, те чудесные изменения, которые я видел в себе и в окружающих меня друзей, да, то есть, они придавали мне уверенность в том, что, ну, я могу действительно довериться, доверять как-то Богу, ну, или моей высшей силе, кому это как удобно, да. И, да, и самое главное, что на сегодняшний день, опять же, седьмой шаг, мне нужно доверять тому, что ведь Бог избавит меня от этих дефектов и недостатков, они действительно сделают мне лучше. А я очень часто не хочу избавляться от своих дефектов и недостатков. Я считаю, что мои дефекты и недостатки, они меня защищают, они делают, как мне кажется, мою жизнь более безопасной. Но это на самом деле, опять же, самообман, это тот самый мой эгоизм и эгоцентризм. Я знаю, что от каждого дефекта и недостатка, которого я избавляюсь при помощи Бога, я получаю гораздо, гораздо больше. И то же самое касательно восьмого, девятого шага. Мне было очень страшно идти к тем людям, которым я нанес ущерб. Но доверие, доверие, доверие к спонсору. Ну, на тот момент я просто делаю все, что говорит мне спонсор, я действительно видел, что все это работает. И мое доверие к спонсору действительно увеличивалось. И на тот момент я уже фактически верил ему, если не сказать на сто процентов, но полностью ему доверял и верил. И сделав девятый шаг, со мной начали происходить те самые обещания девятого шага. и сегодня мое доверие к Богу, оно это не слепое какое-то доверие, да, это опыт того, что случилось со мной в моей жизни, со мной, с моими друзьями, с моими подспонсорными. Я действительно вижу, что доверяя Богу, Он заботится обо мне. и именно благодаря этому я сегодня трезвый, радостный, свободный, счастливый, три с половиной года чудесных изменений. Много чего случилось со мной за эти три с половиной года, можно рассказывать об этом еще много времени, но я смотрю, я уже немножко больше поговорил, чем рассчитывал. Окей, на этом я, наверное, закончу. Спасибо, что послушали. Спасибо, что пригласили. Трезвый на сегодня. Если будут какие-то вопросы, я с радостью отвечу. Спасибо. Бывают ли моменты, когда качают по-сильному? Бывают ли моменты, что качают по-сильному? Бывает. Бывает, что качают. Но опять же, по-сильному, ведь по-сильному это такое, скажем так, растяжимое понятие. На самом деле, естественно, сегодня меня не качает так, как это было три года назад в начале моей трезвости. Дело в том, что то, как меня качают сегодня, мне кажется, что это гораздо хуже, чем это было три года назад. Потому что три года назад это было три года назад. А вот то, что мне сегодня качает, всегда, когда меня качают, мне всегда кажется, что наступает конец света. Так устроен мой мозг. Чтобы не случилось, какая бы там фигня со мной не произошла, мне сразу же моя голова говорит, все, блин, конец света, все закончилось, все пропало, плохо, хуже быть не может. И так будет всегда, так будет всегда. Ну, это вот так моя голова реагирует, как я уже говорю, на самую-самую незначительную ерунду. Бывает, качает. Но, тем не менее, сегодня у меня есть тот самый предыдущий опыт и то самое доверие к Богу. Сегодня я знаю, что довериться Богу, что Он вытащит меня из любой задницы, в которой я оказался, это уже не просто слова. Это уже не просто слова, как это было три года назад. Сегодня я знаю, что если Он спас меня от неминуемой смерти, из моего рассказа, я не знаю, поняли вы или нет, да, но моя смерть была, по сути, неизбежна. У меня нету никаких сомнений в этом, да, что сегодня я должен был быть уже мертвым. А я не мертвый, и я трезвый, и я здоровый, и сегодня, на сегодняшний день у меня все хорошо. Работа, там, стабильный заработок, учеба, у меня прекрасные отношения с моими родителями, у меня прекрасные отношения с окружающим миром, да. Но, опять же, вот это вот, да, окей, да, во мне всегда сидит вот этот вот агностик, да. Я знаю, что Бог обо мне позаботился вчера, позавчера, неделю назад, месяц назад, год назад, полгода назад. Но, блин, позаботится ли он обо мне сегодня? Вот, страх, возникает страх, который действительно можно, противопоставить этому можно только то самое доверие. Благодарность, очень сильно помогает благодарность. Благодаря благодарности, это один из самых сильных инструментов, чтобы приобрести вот то самое доверие к высшей силе. Потому что каждый раз, оставляя список благодарностей, я вижу, я реально вижу, вот, каждая благодарность, что я пишу, это забота Бога обо мне. Да, это забота Бога обо мне. И поэтому сегодня, когда меня качает, качает, бывает, не часто бывает. Меня качало вчера, вчера я попал в аварию, да. Да, во меня врезалась дамочка очень сильно, да, на скоростной трассе. Побила машину, ну, свою машину она побила. Побила гораздо больше. И сразу у меня вопрос, претензия, блин, Бог, где ты? Да, ну, как ты такое мог допустить, да? Как же мою машину побили, да? Да, но на самом деле, опять же, придя, успокоившись, придя домой, вечером дело 11 шаг, составляя благодарности, да, можно сказать, Господи, спасибо тебе, что никто не пострадал, что ни я не пострадал, ни женщина, которая ехала в машине с годовалым ребенком, никто не пострадал. Спасибо тебе, Господи, за то, что, ну, подумаешь, там, бампер придется поменять на машине, да, можно подумать. А ведь могло закончиться катастрофой, действительно могло закончиться катастрофой. Да, и вот благодарности, это очень-очень сильный инструмент, который помогает, помогает развивать вот это вот самое доверие, доверие к Богу, и очень помогает, когда качает. Опять же, я продолжаю оставаться алкоголиком, и бывает, болезнь во мне проявляется. Но, естественно, это не так ощутимо, как это было три с половиной года назад. Ну вот, надеюсь, ответил на ваш вопрос. Продолжение следует...